здравствуйте друзья рада вас приветствовать на моем канале сегодня будем готовить вот такие румяные очень вкусные мягкие пирожки тесто для этих пирожков очень интересное оно называется водолаз приступаем к приготовлению и для сегодняшнего теста нам понадобятся следующие ингредиенты теплое молоко мука сахар ванильный сахар соль дрожжи растительное масло сливочное масло одно целое яйцо и один белок в тесто и один желток я оставила для смазывания пирожков а для начинки я взяла домашний сливовый джем рецепт этого джема есть на моем канале ссылку найдете в описании под этим видео сначала готовим опару в теплое молоко я добавлю дрожжи обязательно молоко нужно взять до 38 градусов если молоко будет горячее то дрожжи погибнут сюда добавлю дрожжи чайную ложку сахара перемешиваю у меня дрожжи для сдобы и они уже ароматизированные и сюда добавлю одну или две столовые ложки муки из общего количества получается масса вот такой густоты сверху накрою пищевой пленкой и поставлю на пойдем опара хорошо подошла ее пока оставлю в сторону соединяем яйцо с сахаром и с ванильным сахаром сюда добавлю щепотку соли это около 1 3 чайной ложки перемешаю взбивать ничего не надо сюда добавлю сливочное масло все ингредиенты должны быть комнатной температуры сюда добавлю растительное масло около одной столовой ложки оставлю чтобы потом работать с тестом сюда сразу добавлю всю опару перемешиваем и сюда добавляем муку обязательно просеиваем всю муку я сразу не добавлю оставлю немножко если понадобится буду добавлять если нет то нет тесто мукой забивать не стоит у нас должно получиться мягкое эластичное не липнущая куклам тесто сюда добавлю остальное растительное масло это около одной столовой ложки и домешу тесто сниму тесто на коврик и домешу на столе уже вот такими складывающими движениями нужно месить тесто приблизительно где-то 5-10 минут тесто я очень хорошо вымесила она меня вот такое очень мягкое гладкое и не липнет к рукам тесто нужно положить в пакет обязательно нужно посмотреть чтобы пакеты были без дырочек потому что это тесто мы будем ставить в теплую воду поэтому я тесто кладу в двойной пакет оставляем место для подъема теста и тут нужно завернуть плотный узелок обязательно узелок должен быть плотным чтобы вода туда внутрь не просочилась в миску залить теплую воду температура воды должна быть около 40 градусов и сюда же кладу пакетик с тестом для ферментации теста нам понадобится приблизительно 40-50 минут но мы увидим по виду нам будет понятно что тесто уже подошло прошел час тесто настолько увеличилась в объеме вытащим тесто из воды получилось очень нежное очень легкое воздушное тесто его нужно поделить на кусочки весом каждый по 40 45 грамм я это сделаю на весах тесто на весах я поделила на кусочки каждый весом по 50 грамм у меня получилось 13 кусочков теперь их нужно подкатать колобочки сверху накрою пищевой пленкой я ставлю на столе на 15 минут прошло 15 минут тесто хорошо отдохнуло теперь пора формовать пирожки берем по одному кусочку тесто раскатаем тесто в небольшой круг в центре желательно оставить потолще по краям потоньше кладу начинку у меня сливовый джем можете взять джем или конфитюр но желательно чтобы она была густое вот так соберу край сделаю треугольник желательно вот эти края защипывать очень хорошо чтобы потом пирожки не раскрылись вот такой пирожочек получился и сразу же кладу на противень на пергаментную бумагу бумагу ничем не смазываю пирожки нужно класть на противень швом вниз таким же образом сделаю все остальные пирожки пирожочки кладем на расстоянии друг от друга потому что они увеличатся в объеме и потом слипнутся получилось очень хорошее тесто во время раскатывания не требуется не растительное масло не мука остальные вот четыре кусочка теста сделаю вот такие пирожочки вот такие пирожочки у меня получились или булочки сверху накрою полотенцем и оставлю на 15-20 минут на растойку прошло 20 минут булочки очень хорошо настоялись они увеличились в объеме это пока ставлю в сторону подготовлю желток к желтку нужно добавить или обычную воду комнатной температуры или молоку я добавлю простую воду около двух столовых ложек хорошенько перемешиваю вот получилось вот такой консистенции теперь булочки сверху смажу яйцом хорошенько со всех сторон печем булочки в заранее разогретой духовке температура духовки 180 градусов цельсия нам понадобится приблизительно 18-20 минут время приготовления зависит от вашей духовки у меня духовка электрическая я пеку на среднем ярусе режим верх-низ без конвекции полочки пеклись ровно 25 минут они вот такие очень румяные очень красивой и очень приятно пахнут на некоторые из них из них выпустили немножко сока хотя у меня джем был вот такой густоты очень густой но все равно вытек джем надо было наверное немножко крахмала добавить я не добавила если при желании можете конечно добавить чтобы не случилось как у меня оставлю немножко остыть и порежу посмотрим как к булочке смотрится вот такие булочки получились очень мягкие очень румяные и сверху и снизу полочки пахнут очень приятно вот очень мягкое тесто много начинки долго вымешивать тесто не нужно который очень просто и очень быстро начинку можете класть любой джем по вашему желанию таким был мой сегодняшний рецепт надеюсь он вам понравился если понравился то обязательно ставьте лайки пишите комментарии обязательно подписывайтесь на мой канал нажав на колокольчик чтобы получить уведомления о моих новых видео на сегодня у меня все увидимся в следующих видео и и и и Продолжение следует...